Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы попытаемся с вами продолжить изучение LCD индикатора и работая с ним. Вот мы уже в прошлом занятии начали его инициализировать, а сейчас давайте продолжим. Сейчас мы с вами откроем опять наш код. Вот сюда вот мы дошли с вами, мы передали значит младшую тетраду на информационные входы, которые идут с D4 по D10. Вот теперь значит мы, нам нужна теперь будет команда, чтобы микроконтроллер индикатора понял, что мы ему передали что-то или данные или команду, нам нужно будет значит на его порту E, вернее на линии E теперь сделать спадающий фронт, то есть единиц превратить в ноль. Вот здесь вот нам нужна будет поэтому ещё одна команда, назовём её E0, вот которая будет нашу шину E опускать в ноль. Ну здесь она получается наоборот. Здесь вот такой вот значок ставим и здесь мы тоже всё с точностью наоборот. Вот жмём insert все, ой да, жмём insert и все с вами единички мы превращаем в нули и наоборот. Вот где-то вот так вот и здесь вот что в ноль, чтобы у нас чётко было понятно. Вот, а здесь мы её значит применим эту команду E0. Вот, ну и здесь перенесём тот же комментарий на всякий случай, хоть у нас кода с вами и немножко, но просто хорошая привычка лучше вырабатывать, что комментарии их писать всё-таки нужно. Ну вот так значит, что мы ещё здесь можем сделать? Можем мы сделать с вами здесь ещё одну… Ещё подождать нам нужно будет 50 микросекунд, чтобы наше… Это даётся время на то, чтобы микроконтроллер эти данные себе записал в память. Ну не наш этот, не от мега микроконтроллера, микроконтроллер установленный на плате индикатора, чтобы эти биты он точно себе куда-то записал в память. То есть мы ж не проверяем записал он их или нет, поэтому мы просто ждём и верим, что за это время он их точно туда запишет. Ну соответственно теперь мы вот такую команду должны с вами… Ну команду вызова функции данной мы должны с вами будем в нашей инициализации и применить. Так, send, half-байт, половинка байта. Ну и как раз-то судя вот по тому значению, которое мы прочитали с вами в дата-шите, передаём вот этот вот 11. Причём мы её передаём туда неоднократно. Опять мы с вами здесь ждём. Четыре сейчас миллисекунды ждём. Вот. Затем опять её передаём. Да. Опять мы её передаём. Мы её передаём с вами три раза. Вот. Мы там это уже читали. Только разное время будет задержек. Здесь будет сотня. Вот. Сотня. Но не миллисекунд, не 0,1 секунда. 0,1 миллисекунда. То есть 100 будет микросекунд. Вот. Вот здесь будет у нас одна миллисекунда. Ну там не точно одна, но мы лучше подождём одну. Вот. Затем мы опять передаём всё это повторяем. Передаём ему 10. Ещё один set-half. Вот тут будет 0b. 0,1, 0,1, 0,0,0,0. Да. Но не half. То есть вот здесь мы пока ждём. Нам ещё одна функция будет нужна, которая нам будет уже писать целый байт. То есть у нас здесь как раз-то он уже понимает, что у нас будет 4-битный режим, но нам конкретно надо ему дать такую команду. Но он уже её будет ждать как раз уже всё. Он уже может от нас байт принимать. То не мог, а теперь уже может. Вот. То есть нам не надо уже передавать ему половинками. Теперь мы можем передавать целыми. Вот. Ну вот здесь где-нибудь ещё одну функцию создадим с вами. Вот. Только она будет не half, а просто cent-byte. И у неё будет два аргумента. У нас ведь бывает же не только с вами команды, но бывает ещё и передача данных. Ну, ещё один он займет чар. Ну, моды. Назовём моды. Режим. Ну, то есть что у нас будет-то происходить здесь с вами. Команда передаваться или всё-таки данные. Ну и если мы, соответственно, передаём здесь с вами именно команду. Мод у нас в этом случае равен нулю. То мы тогда с вами линию RS ставим в ноль. Это мы сейчас с вами ещё пропишем там кое-какие define'ы. А в противном случае. Мы с вами её, эту RS устанавливаем в единичку. Вот. Для этого мы, наверное, воспользуемся, чтобы здесь нам не писать всё заново. Мы опять же применим операцию копирования. Только здесь не E будет, а RS. И здесь будет тоже не E, а RS. И здесь у нас RS у нас, он у нас на какой же лапке? И он на следующей лапке у нас. Он вот тут вот у нас находится. Вот так он у нас находится. А здесь он на соседней лапочке находится. И вот здесь мы линию RS ставим 1. А здесь RS ставим 0. Ну где-то вот так. Тут, в принципе, можно комментарии не писать. Тут по наименовании команды так ясно, чем мы занимаемся. Мы… Вот как раз линия определения того, что команда это или всё-таки данные. Мы и даём понять контроллер дисплея, что именно мы с вами будем сейчас туда передавать. Ну вот. Теперь значит, что мы делаем. Значит, мы должны с вами сначала передать старшей часть, а затем младшей. Поэтому on-sided char. Придумаем новую переменную. Любую там. Не волнует, как мы её назовём. Никого. Ну hc. Старший char. High char. Равно нулю её. Ну вот сначала инициализация. Так требует припроцессор именно этот. Нормальный hc язык. Он этого никогда не требует. Можно сразу. On-sided char и hc равно и писать вот это. Что мы сдвигаем c с вами влево на 4 или вправо. Вот. И мы старшую часть уводим в младшую часть. Вот мы же по младшим передаём вот в 4. а здесь применим половинки опять cent half byte. Сначала hc. Затем опять cent half byte. Половинку передаём опять просто c. Вот тем самым мы как раз передали сначала с вами старшей часть. Вот мы её тут сдвигали влево. И вот теперь мы её передали, а затем младшую часть. Всё. Больше нам тут с вами ничего делать не нужно. И вот как раз то мы вот эту вот функцию здесь и зовём. Уже целыми байтами будем передавать. Cent byte. Вот. Значит что мы тут всё-таки с вами теперь передали за команду. Давайте всё-таки разберёмся. Немножко мы на это время потратим. Значит вот эта единичка у нас значит, что это как раз мы даём понять контроллер дисплея, что мы включаем 4-битный режим. А вот вторая единичка означает, что мы с вами используем две линии. Так как контроллер разный бывает. Вот этот как раз N. Здесь я объясню кто такой N, с кем его едят и с чем он должен быть равен единице. Вот так вот. Так вот эта вот у нас с вами единичка как раз обозначает, какой же длина данных у нас будет передаваться по интерфейсу. Длина данных передачи на интерфейс. Вот. Вот мы сейчас вот здесь вот с вами увидим, что вот за ней следующий бит DL. Вот он DL. Если он единице равен, то значит 8-битный. Если нулю, то 4-битный. У нас он равен нулю. Вот. А следующий у нас единичка. Вот этот вот N. Если она единичка, N равно 1, то две линии будут. Если нулю, то одна. Соответственно мы включили 4-битный режим с вами и объявили, что у нас дисплей будет показывать нам две линии. Мы ещё применим задержку. Ещё одну миллисекунду подождём, чтобы он нашу команду, ну что называется, скушал данный контроллер дисплея. Затем немножко применим другую команду. Но используя ту же функцию, мы применим с вами вот такую интересную команду. 4 0. Здесь две единички и 2 0. Ещё мы забыли, что нам нужно ещё ему говорить. Вот второй параметр. После запятой передавать, что ж мы ему всё-таки забыть. Такой даём команда это или всё-таки данный. Вот 0 ему даём, значит он будет понимать, что это у нас всё-таки команда. Ну вот 11 00. Пойдём сюда. Вот. У нас вот отсюда считаются же вот до B7. Вот. Вот это у нас единичка. Как раз тут вот все 4 0, это единичка. Значит вот эта команда используется. Здесь мы включаем дисплей, иначе он… Да, из изображений. То есть иначе дисплей-то не поймёт. Мы будем ему там всякие передавать байты. Он нам ничего не покажет. Он скажет, ну да, я конечно их тут принял, но извините, я вам их не покажу, вы меня не включили. Вот поэтому мы его должны с вами включить. А вот эту D мы в единичку включаем, вот эту. Да, это как раз то, что дисплей. А C и B у нас в нулях, то есть это курсор. Он может быть такая вот линеечка подчёркивания под символом мигать, либо весь символ, всё знакоместо мигать. Мы ни то ни другое с вами не используем. То есть вот такая вот эта вот команда. Вот. Возвращаемся в код. Напишем комментарий, что мы здесь включаем изображение. что именно тем, что D у нас всё равно одному параметру D по даташиту. Вот. И напишем, что курсоры никакие не выводим. Выводим. Или не включаем. Ну и как всегда традиционно задержка. Это ещё не вся у нас с вами инициализация. Передадим-ка мы ещё ему 1 бит. Видите сколько нужно рассказать дисплею, чтобы просить его как-то, чтобы он вообще включился как-то. Вот здесь вот мы сделаем наоборот. Вместо 1100 передадим 110. Ну и тут конечно будет другой комментарий. Сейчас поглядим, что это такое у нас. Ну передать надо. Всё это вот как вот тут вот нам объясняется. Всё это мы должны вот это всё проделать. Вот они все здесь. Эти команды. Ну это вот. Значит здесь мы 110 единичка свет курсор. А, то что мы устанавливаем позицию курсора. Вот. Мы включаем и D вот этот вот. И D если в единичку, то курсор будет у нас инкрементироваться. То есть будут символы писать справа налево. А если мы 0 включим, то он будет декрементироваться. То есть мы поставим его на восьмой знак мест, потом он на седьмой будет писать. Ну зачем это наверное так нужно бывает. Но нам так не нужно. Мы будем писать справа налево по нашим обычаям европейским. Вот. Поэтому сюда мы ставим единичку. Так. Пошли к коду. То есть здесь мы заставляем курсор двигаться справа налево. Ну вроде как и всё. Нам осталось подождать ещё одну с вами миллисекунду. Наверное так. И всё. И вся инициализация у нас с вами тут значит проделана. Так. Соберём код. Посмотрим, что он у нас с вами тут безошибочный вообще. Он у нас не совсем безошибочный. Так. То есть тут что у нас? Ну конечно не надо нулей. Вот. Почему-то он не хочет, чтобы здесь стоял у нас с вами пробел. Непонятно. Ну ладно. Код у нас собрался. Всем пока. Всем до новых встреч. Я думаю следующий урок не заставить себя долго ждать. Дальше мы всё-таки начнём как-то зажигать что-то на дисплее. До свидания. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.